а я увидел первый раз о господи да я расскажу конечно да я я тоже это было очень забавная просто считал что все вокалисты в принципе они должны стоять просто у микрофона так вот печь что-нибудь там а тут я смотрю чувак начинает носиться что-то с головой не в порядке ну я расскажу о том что я впервые подумал когда его увидел в исполнении восприятия вот она с годами менялась каждый раз поедешь на концерты я дождусь когда-то берет а бы очень хотел чтобы 11 июля у них был концерт что на 33 с вами прям пойти на концерт ты был бы самый крутой вариант отменить свой свой юбилей на вот там посмотрю в любом я группа я собираюсь на них такой вопрос надо понять когда именно я в польшу как-то не особо рвусь то есть будет более интересные варианты еще и в польше уже завтра начинают продажи билетов у них же еще в 2007 джона вот такой хороший концерт в польше ну я в тот концерт чуть не поехал кстати в 2007 а почему чуть? ну у меня тогда была проблема с деньгами плюс на работе не отпускали у меня не было визы а делать все было очень долго ну и тогда знаешь что в ту эпоху то сейчас там легко можно сесть там не знаю кредитную карту провести купить онлайн билеты тогда все сложнее было десять лет назад ну да тогда у меня и карты не было там со своими подработками я имел все деньги кэшу у меня не было свои кредиты а у меня была студенческая какая-то карта но я даже не умел этим всем пользоваться да и вообще тогда недалеко не все концерты можно да Макс сейчас секунду по моему так сейчас а ну все короче мы в эфире сейчас я отключаю всякие штуки так сейчас я пишу чтобы он объявил как он объявит уже началась трансляция ну вроде вот какой-то парень написал так супер все относительно слушай подожди а я вот вообще как-то выпал забыл тебя спросить ты видел вживую концерт с Джоном или нет? нет к сожалению не успел успел то есть смотри в 2000 ну понятно что второй тридцать четвертый год я даже себе позволить не мог потому что что это я только в институт поступил меня общать с деньгами как бы а у родителей просить денег как-то было ну да мне в принципе в голову не приходила мысль что можно за границу ездить на концерты когда был как бы жил там полную верность что там вот если к нам в Москву приедут тогда я пойду мне даже в голову приходилось собраться и уехать куда-нибудь за границу короче макс максо давай начинать да 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 но всем привет подписчики сообщества рхчп live добро пожаловать на стриме посвященному дню рождения Антони Кидиса но тут еще у меня в гостях Максим Ефимов привет макс добрый вечер макс еще предложил обсудить сборник outmlai который вышел на компании mary records да вот секундочку вот ну давай с чего начнем начнем с того как вот ты познакомился увидел первый раз Антони Кидис слушайте можно так сказать так скажем так я могу рассказать как я увидел впервые антони Кидиса по телевизору но так как я его увидел впервые в живую давай и то и то хорошо по телевизору Антони Кидиса я впервые увидел еще в 90-е годы и как-то у меня он особо не выделялся была группа и как-то они как кучка молодых людей воспринимались вот я помню что когда в 99 вышел клип с картишью летом его по 5 по 6 раз в день крутили на российском MTV у меня было восприятие что это молодые ребята так по 24-25 лет ну я как-то знал что они все татуированные да там не знаю ну выглядели как добрые такие ребята все очень добрые молодые ребята с татуировками это в 90-е получается тогда Джон уже на героинчике сидел в 99 это был год картиши крутили поймите тогда Джон уже такой как вот и как раз я помню я тогда вот смотрел и думал что такие добрые молодые ребята да я помню что у них там был чувак какой-то такой с милированием вот но я как-то его особо не выделял и как раз буквально в те же дни по телеканалу ОРТ показывали фильм Крутые Парни 86 года я его смотрел как раз в дни когда был московский концерт на Красной площади и там в сцене где Кирк Дуглас танцует с девушкой и играет какие-то отвязные панки в клубе и я смотрю и думаю господи что за отморозки а в это время у них диалог у главных героев тебя не нравится да это Рэд Ход Черри Пепперс я такой думаю чёрт возьми это что это они же есть я думаю что это они такие старые что ли уже господи это же фильм 85-86 года что же они уже действительно существовали боже мой я думал там 25 лет где-то всем ну вот так вот да такое было восприятие ну потом я просто воспринимал Кидиса как какого-то такого вот говорю такого доброго ровного чувака с большими выразительными черными глазами вот и мое восприятие Кидисов коренным образом поменялось где-то на рубеже 2001-2002 года дело в том что тогда уже к тому времени я очень сильно увлекался творчеством Битлз когда умер Джордж Харрисона и вышел специальный какой-то журнал я уже не помню как он назывался он у нас до сих пор есть кстати посвященный памяти Джорджа Харрисона зарубежный и там были цитаты из знаменитых людей посвященные Харрисону и там 11 людей который высказал с полной смерти был как раз Антони Кидис и я это отметил что Антони Кидис раскачивает помнишь свое количество я подумал что да молодец сказал какие-то правильные вещи вот тогда уже еще больше симпатии стало а потом я помню как я в Финляндии в январе 2002 увидел по МТБ старый клип Red Hot Cherry Papers give it away, suck my keys, under the bridge оказывается у Антони Кидиса были длинные длинные волосы я в тот период как раз впервые в жизни стал отращивать длинные волосы и собственно офигел от того какого результата добился этот человек я подумал что вот дурак такие волосы отрезал я такие отраски хочу а он отрезал вообще какую дурацку себе сделал эту белесую прическу а такие у него косы были такие индейцы в этот момент тоже мне импонировало но потом мне как-то пошло-поехало я узнал что Кидис оказывается не всегда попадает в ноту забывает слова часто ну как бы он стал человеком простым признанным человеком но он все равно всегда воспринимался как человек какой-то очень добрый, открытый и конечно уже когда в начале десятых годов он стал себя показывать как такой уже не самый не всегда приветливый парень такой может быть довольно жестким все то у меня картинка конечно поменялась ну а личное воспоминание первый раз я его увидел собственно в городе Санкт-Петербург на концерте да я даже так скажу за день до концерта в Санкт-Петербурге я пошел со своей бывшей подругой гулять по Питеру и мне звонит в это время по телефону вечером мы приехали как раз пошли просто гулять по центру мне звонит мой один товарищ и говорит Макс привет я там знаешь кого сейчас встретил я говорю господин Энтони Кидис я думаю черт он меня опередил вот я говорю ну как встреча ну как он мне подписал там какую-то фигню я к нему подошел типа положил руку на плечо хотел сделать фото а он мне очень сердится сказал типа no stop it я подумал что как бы да Кидис не такой милый как он там казался раньше но на концерте он мне в Питере в принципе показался очень замкнутым на следующий день я его видел в Москве собственно очень многие люди пошли к гостинице Red Scarlton я в их числе был не буду скрывать и мы стояли все в большой компании и вот из отеля в какой-то момент выходит Энтони Кидис мы радуемся мы еще не знаем что он даже персонально ничего уже не подписывает но он короче выходит на нас так посмотрел с какой-то такой неприязнью так вот с таким злым злым видом поднял кулак типа то ли в знак приветствия то ли в знак угрозы именно кулак не руку а кулак поднял кулак ну так типа может как приветствие да и быстро прыгнул в машину и уехал вот и тогда он тогда обратимая что он очень небольшого роста что он такой довольно напряженный был усатый уже у него усы тогда были да ну короче говоря образ отличался от того каким я его привык видеть на старых видео на фотографиях ну в принципе он сам поменялся как человек конечно но сейчас это какой-то уже более комплексное восприятие в принципе понимаю что Кидис живой человек со своими тараканами что да у него богатая творческая биография он в принципе у него гораздо больше повода быть замкнутым и с переменным настроением чем у многих других людей ну в любом случае у меня большое к нему уважение с одной стороны иногда думаешь на инструментах он не играет а вот он часто фальшиво слова он забывает на каждом концерте да пишут только тексты но вместе с тем ты понимаешь что вот думаешь вот и как вот его можно считать великим артистом после этого он не пол маккартни он не брайан лилсон он не элтон джон даже он джон хрущанты но когда ты понимаешь что вот он и является той важной составной частью редко черепеппер что даже вот без джона группа живет да а вот без кидиса уже жить не будет и ты понимаешь собственно его важную роль насколько в чем он по-своему гениален ну да он просто очень гармоничный человек да вот мое знакомство с ним началось по-моему в далеком 2008 году для меня это далекий вот тогда только начал увлечение red hot chili peppers посмотрел первый концерт был 2004 года рок им ринг по моему хороший начал да да вот что вот странно многие начинают со слэн кесла я вот именно с этого концерта начал вот и как бы я смотрю вот парень поет вроде все круто и вот он начинает плясать и у меня какой-то диссонанс был потому что до этого я считал что музыкант это вообще люди которые статично стоят на сцене вот и извлекают звуки своих инструментов а тут все угорают и фронтмен как бы вообще просто начинает он бегать по сцене и плясать было вот просто что-то нечто для меня вот ну и конечно по внешнему виду я так подумал что этот человек ну никогда там не принимал ни наркотики ни алкоголь ничего я думал всю жизнь спортом занимается то есть он выглядел я просто сразу же зашел на страницу на википедии так часто делал и прочитал просто сколько ему лет было на тот момент я очень хорошо сохранился то есть посмотреть у нас на народ тогда 47 42 до 25 ну конечно не стал но в принципе да я понимаю очень хороший очень хорошей форме был физической вот потом конечно когда я прочитал с картиш я был шокирован насколько человек был близ близок от смерти столько раз но он выжил и он с нами по сей день и в принципе у меня всегда было к нему положительные отношения до момента когда вот вышло видео где он избил фанат или что-то вроде того помнишь кого он не сбил никогда ну не то что не избил он напал на папарацци там была история конкретная это было в москве концертом лужниками есть один персонаж который славится тем что он не являясь ничьим особо фанатом он преследует звезд всяких причем его можно увидеть после каждого концерта практически он ходит не очень дружок есть примерно такой же вот он везде ходит своей зеркалкой подлавливает этих артистов начинает пытается да это провокационные вопросы ведет себя так что в общем то трудно даже будучи очень человеком добрым трудно удержаться от соблазна послать куда подальше и в частности скидис абсолютно наивно стал его жертвой вот потому что с такими людьми только должен быть игнор а было собственно следующее собственно это он свое время написал что джош типа лицемер вот он там с одними фотографируются другими не фотографируются сволочь типа предложил какие-то свои сраные медиаторы нет чтобы типа сфотографироваться с фанатами вот ты там вот они собственно это он свое время этот человек и написал такую статью а скидисом было следующее что энтони он шел ну понятно что он с кем не фотографируется в принципе подписывает да он начал его преследовать он пошел за ним довольно долго клянчил у него совместное фото кидис вежливо говорит типа no sorry no sorry это продолжалось долго я не знаю я там не присутствовал не считал сколько но очевидцы больше продолжалось довольно долго уже в какой-то момент уже этот парень задолбал просто всех он он уже когда кидис ему раз десять сказал но вежливо он просто выбежал уже вплотную к кидису просто дать догнал выбежал и стал говорить камон юра гуд гай вот уже кидис не выдержал психанул его взял за грудки и сказал ему типа что чувак если я говорю нет задаешь вопрос будь готов к ответу нет а мой ответ соответственно нет поэтому ну да наверное конечно погорячился но в принципе можно да можно но просто дело в том что я даже не подозревал это для меня немножко было открытие вот и потом я начал дальше читать то что вот он с фанатами не фотографируется и все такое а я просто до этого прочитал с картишью ну и вот у меня как-то запомнилось то что вот он в ранний период он там тусовался с фанатами он уже даже во времена калифорникейшн в принципе в больницу там мог кому-то прийти и вообще общался спокойно нет ну в принципе хотя хотя ты знаешь по разным воспоминаниям разных лет вот интересно человек день рождения мы какие-то его слабых ну ладно мы же сейчас да пару минут а потом биографию в принципе да вот уже воспоминания о нем как о человеке таком непростом наверное еще ну а один человек вообще писал вот на форуме на крупном музыкальном стиле хоффмана что он говорит я встретил киндиса в девяносто втором году и будет остались впечатления очень неприятные разный человек он и фрущанты во время мазаш милктура встретил это хороший парень такой молодой еще совсем как бы пытается себя кого-то изобретать и он не является новый хороший флигер тоже внимательный все чего-то веселый свойски парень а киндис говорит такой он высокомерный чтобы только только они звезду звезду короче схватил уже что вышел гивотовый эндерзе бриджа что он такой на пафосе был очень что он был не очень приветливый но потом слышал уже время калифорникейшн истории что кидис там абстрагировался от фанатов максимально что не любил он это дело ну и что вы на базе вы тоже неоднократно слышал что например там кто-то мог попасть на бэкстейдж да там джон делал фото общался фли там общался общался а киндис просто игнорировал полностью даже не здоровался но как бы ну особенности человека я не считаю что прям за этого хватит человек просто прошел через ад наркотический причем не единственный поэтому понятно что у него с психикой не совсем все в порядке но тем не менее он очень крутой парень он один из двух вот именно тех самых перцев состава да поэтому все таки положительные отношения так сейчас вопросы вопрос кидис и фли вообще курили табак я думаю да я думаю что да курили конечно все они курили я думаю в разные годы и и че че продолжает курить джон курил не знаю и курить до сих пор кстати джош курит джош курит да я думаю что уж в конце 70-х уж точно курил папашка на пару они думают и косяки раскуривали и табак курили в общем да и вот насчет косяков да это есть а вот табак я думал курили ну да конечно вот еще тут вопросик что тут происходит 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 стрим прямая трансляция мы с максимом юфимом рассказываем про их интересные интересные истории жизнь вашу сегодняшнюю отвечаем вопрос на вопросы сейчас вкратце расскажем биографию а также расскажем а также сегодня расскажем про альбом а вот и новый который мужчин 22 года исполняется да что биографии в принципе биографию живут для тех кто особо ленивый есть википедия кто вот это точно есть сколькишин опять же таки сколькишью книга хорошая с точки зрения эмоций но с точки зрения фактологии конечно слабо хромает когда я получил книгу сколькишин был 2005 год и то есть если бросился читать внимание во-первых там очень много ошибок в описании к датам это там указано неправильно ну там понятно что три-четыре года интервал какой-то но есть такой-то раз а второй конечно там возникает некоторые путаницы особенно когда кинес рассказывать про концерты которые были сняты на камеру и реально можно посмотреть что происходило в тот момент ну да но раз напишет он напишет рассказывать каждый за ним человек специально обученный это делал но живым хорошим языком он вспомнил яркие события редактор хорошо поработал вот поэтому ну что родился он 1 ноября 1902 года макс я просто скажу вообще как бы он говорил что задумывалось он просто хотел написать книжку про его отношения с отцом ранние вот а потом он просто пишет пишет и она получается что выписывается и биография и он написал биографию вот и на самом деле это очень искренняя биография потому что человек посвящает в очень такие личные подробности вплоть до даже названием отелей где он ширялся вперед one hot minute это точно ну конечно он там говорю может да что то неправильно но просто вот он там да он рассказывал что там у него чуть не череп треснул когда бы по аварию что он там лицо у него напоминал овощной салат по факту на фото ну да там пару синяков да там да там не вообще просто уродом был и конечно он приукрасил многое ну что про него сказать дитё таких кратковременных отношений такого ну что биографию родители его были молодые люди совсем молодые что отцу его был 22 23 года матери тоже столько же они это тогда в советское время в советском союзе уже это считалось того что американцы уже тогда в общем-то жили вполне себе раздолбайской живыми по крайней мере его отец был таким вот ровно раздолбаем тусарем вот но понятно что этот брак долго не продержался они развелись первое время в общем-то не жил со своей матерью но потом все-таки он решил жить с отцом это было его в общем-то добровольное решение он сам очень хотел постоянно переписывался ну и тут началась в общем-то рок-н-рольная жизнь это не кинется потому что его отец к тому времени влился в эту всю тусовку актерскую музыкантскую до тусовался и с и с джуном леном кстати он тоже тусовался его отец с кем только не тусовался до лос-анжелесе все друг друга знали все друг с другом делились кокаином и в общем да я когда был в водопеште то встретил там мужчину 1 который рассказывал что дружил тогда в 70-е начали 70-х с блэки псевдоним собственно отца вот и что он помнит это не еще маленьким парнишка совсем год и никогда не смогу воспринимать вокруг звезду потому что всегда был и будет мелким ребенком вот так что ну тогда вот примерно кидис попробовал курить попробовал пить попробую какие-то другие более взрослые забавы да вот на самом деле конечно до детства у него детство и отрочество были очень насыщены да то есть он отец его хотел потянуть за собой в киноиндустрию да то есть он даже первое время начал сниматься каких-то со столом снимался в фильме каких-то там и сериалах он начал маться да вот и принципе это все и можно посмотреть при желании до игра вон там всяких засранцев задир но музыки принципе не интерес музыки у него был не сказать что очень большой да он слушал там что-то слушал барри манилова слушал битлз но как бы вот его музыкальные увлечения того времени были там джон барри манилов битлз вот он слушал он просто это нравилось да ну конечно когда он познакомился с фли и с хиллом в 1977 году то тогда конечно парни стали его как-то просвещать и он стал ходить на их концерты по-другому немного стал относиться ко всему этому ну тем временем у отца были уже серьезные проблемы потому что совсем начал в общем-то вливаться в такую нехорошую тусовку и отец в тюрьму попал это ним юный бегал доставал деньги чтобы заплатить залог за отца вот из семейных накоплений вот так что конечно не скучал и в юность ему приходилось часто ночевать на улице тем не менее он получал кайф от жизни трудно жить в лос-анджелесе не кайфовать наверное вместе с фли прыгали с крыш домов бассейны причем прыгали голые параллельно махали своими болтами загорали на берегу бассейна и один раз как-то они решили бы прыгнуть в бассейн 2 расположенных рядом фли упал в воду и слышит и слышит такой треск поэтому треснула спина это некий диск ну и короче флиф он муж побежал к владельцам дома морянов позвонить 911 вот так что тогда это не себе очень сильно травмировать спину принципе иногда сейчас у него бывает что спина но это не знаю последствия лет этой травмы и что-то еще фактор что да было такое дело вот и к музыке какой предрасположенности у киндис не было уже начали 80-х он просто был тусарем у него не было никаких занятий особенно да он там как он сам говорил мог бы стать бодибилдером или он стать там серфером там инструктором по серфингу ли он мог там не знаю грузчиком или водительным траков он работал по-моему на какой-то кинокомпании вот это с картиши написано на какого-то мужика он был геем но к нему не приставало и вот это была хорошая работа достаточно много платили практически рабочие не делал ну да подрабатывал он везде все время прорабатывал много из-за наркотиков он не смог долго подрабатывать потому что он не приходил просто на работу да он просто эксцентричный тусовщик который постоянно ходил в ночные клубы все его знали там уже он был довольно примелькавшийся фигурой настоявшимся киноактером но вообще был один раз когда он ушел просто в горы с Хилловым что ему все надоело он пошел в магазин какой-то и у каких-то там парикмахерской болгарской сделать себе ирокеса и отправился вместе с хиллом горы вот потом вернулся вскоре после этого собственно и случилось первое выступление редхо черепа перс тогда еще такой группы то не было до тогда это шуточное сборище друзей старых так тогда хилл и джок айрон сыграли вместе с ауном йоханнесом в группе эндом который уже переменовался вот и здесь и ну как-то так случилось так звезды сложились что один вечер они не не выступали какой-то здесь а ну в общем они решили позвать энтони к ним присоединиться это не не знал что делать но он петь он вообще не умел абсолютно но были стихи он написал стихи о себя друзьях и зачитал их они разок порепетировали потом сыграли out in a way так случился первый концерт потом второй почему они не думали группу оставлять но присутствующим за 20 людям выступление понравилось они их позвали выступить через неделю они написали еще две песни get up and jump and ever mind и тут понеслось вот так общем кидис незаметкой для себя стал звездой рок-н-ролла попросили рассказать поподробнее про знакомства с фли и версии очень много знакомств и я не знаю на самом деле какой из них потому что разные источники в разные годы озвучивали совершенно разные бешеные теории но например да считаю теория что у кидис был друг и один раз типу кидис увидел как его друга сбивает фли типа и он бросился на помощь сказал что я тебе урую а потом в итоге они что-то познакомились стали общаться и поняли что нет что вот надо дружить все дела но была версия что кидис наоборот за фли заступился была версия что было это общая драка в которой просто был махач тупой в рамках этого махача не познакомились в любом случае познакомиться и в драке куда кого белые по какой причине уже в версии разные потому что все это озвучилось многократно и все время разных трактовках но в любом случае вскоре оказалось что до что фли был таким с одной стороны творческим парнем вы страну него особо не было друзей и был сам по себе очень начитанным человеком эрудированным но до производил впечатление такого безумца и это конечно кисти импонировал что такой с одной стороны безумный и взрывной а с другой стороны интеллигентный тихий начитанный вот так они собственно и зазнакомились достали там фли ему давал пластинки слушать познакомился со своей музыкой познакомился с рассе трой да да познакомился с его словом вот так в общем потихоньку пошла дружба вот тут еще пару вопросов да как энтони находясь группе столько лет так не научился играть на музыкальных инструментов ну не захотел туда я думал зависит от желания ну насчет гитары кстати это всегда такой момент очень интересный потому что кидеса часто можно видеть на фотографиях с гитарой причем по фото аккорды бред довольно осмысленные но вот услышать как он играет практически никогда не удается потому что ну на гива этого он выдавал ту одну стабильную ноту которая требовалась этой песни а в остальном вот я знаю что мир он играл на гитаре на том видео где в сентябре девяносто первого в амстердаме в лодке плыли кидес и джон но к сожалению звука у той части где кидес играет на гитаре его нету большому сожалению не знаю это все на заводка потому что пример в 2003 году был концерт в ноябре уже вы после слой на был последний концерт турне базе уэй и судя по словам очевидцев по описанию того шоу кидес и фли сыграли вместе песню дэйзен конфьюст и сыграл на бас-гитаре я песня несложная но я не знаю конечно как кидес могут изобразить на бас-гитаре не знаю мне кажется что все таки пара аккордов он сыграть может просто ну я думаю что и на уровне дворовые игры он может в принципе что-то изобразить я думаю что обычные три аккорда он принципе сыграет просто в их ремесле в их профессиональных самолет будет выглядеть забавно и нелепо поэтому никогда этого не сделать на сцене это не нужно для концепции группы это не нужно да то есть выполнять четко свою роль фронтмена гитара просто бы его стеснял во время танцев прыжков просто я думаю что да пара аккордов он знает но в принципе смысла в этом особенно барабан кстати он вполне себе неплохо справлялся неоднократно с какими-то такими инструментами ударами да то есть вполне неплохо это чувствует если бы захотел он бы научился до главный инструмент который конечно которому совершу прорыв это пение случае что восемь четвертом вообще петь не мог до 2002 он вполне подтянул свои скиллы ну да с появлением автотюна кстати тоже норм бывает концерт когда он прям прям превосходит себя да да бывает такое так слушать еще вопросы откуда вы берете информацию кроме автобиографии википедии я за последние 15 лет столько всего вычитал и спросил у самих участников группы это за пересмотрел кучу видео перечитал кучу книг которые не только с картишью но и всякие урал вижу всякий френдс прочие немецкого мне сюда книжка замечательная рыбка черепа и плюс шикарные фотографии еще месяц книжки ну скажешь книги видео кучу передачи на мтв в свое время в начале двухтысячных показывались с интервью просмотрено бешеное количество все прослушано у меня лично все это уже просто отложился в какую-то одну общую такой какой-то багаж там все проанализировано я уже не вспомнил что откуда как-то это все копилось 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 ну у меня тоже самое ну за исключением личного общения потому что я из перцев живых видел только Джоша и у него как бы особо спрашивать нечего потому что он там новичок ну уже не новичок конечно он уже дофига там пять лет больше но счет он 7 лет уже до 7 7 но как сессиончик он уже 10 лет группе знакомым он еще больше он с двухтысячных он с 99 астралиров с группы вот так что то же самое видео всякие на английском языке куча интервью есть на самом деле просто не переведенных на русский перевести просто мне лень это делать ну да да и я как бы я вот читаю я понимаю но вот переводить мне тоже лень собственно открою страшную тайну последнее время в редху черепа перзлайф я иногда выкладываю какие-то фрагменты интервью собственно это все интервью из преимущественно из ворал вижу хинстри показывает практика что мало кто почему-то у нас читал книгу поэтому что-то новое откроем принципе книга интересно тем что там каждый раз находишь что-то новое и внезапно ну я не читал потому что у меня ее нет я хотел бы ее физически ощущать когда-нибудь красивых картинок и конечно того стоит вот да что там вопросы еще давай на вопрос отвечать мне это больше нравится но на самом деле вопроса больше нет все замечательно понятно но что дальше биографии дальше уже и так все все знают он стал до 88 он не бросал свои пристрастия наркотические 88 бросил вынужден был когда его лучший друг его слова кумер от передозы да и продержался он так до 93 года в 93 он снова решил броситься во все тяжкие до в 96 снова бросил 97 снова начал 98 бросил 99 снова как оказалось что было сенсацией когда вышло скотечь и потому что до выхода книги с картейшим бы все были уверены что он 98 бросил что только клялся и божился что это все что когда прочитал что 2000 еще употреблял для меня это было шок да вообще был шок потом окажется что время стари маркетинг употреблял да потом еще окажется будущем окажется что отрастил усы и отказывалась всем в автографах потому что тоже снова вернулась за да да не знаем что там происходит на самом деле да ну так что были проблемы но и вы что собственно петел начал там ими петь восемьдесят девятом году он начал учиться пением до этого восемьдесят пятом джордж клинтон ему предложил спеть песню филон пинтосты кинес очень не хотел этого делать по понятным причинам все получалось на по сути клинтон так тихоря за него спел кинес просто спела основные узнаваемые строчки с большим трудом по низку дублей в итоге все это смонтировали в песню поэт собственно по этой причине когда практически раку черепеперс живую не исполняли песню behind the sun потому что как рассказывал миф ли мы говорит ее играли живу но она так плохо звучало что он просто было стыдно мы больше решили когда я не играть вот я полагаю что причина того было не то что звучали как группа плохо думаю что просто вежливо и корректно развался так как пение своего друга не указывая на него прямо я предлагаю представляю как это могло звучать уже точнее даже боюсь представлять в этом когда в группу пришел джон фрущанта он стал давать индивидуальные уроки пение кинесу и кинес начал попадать в ноты на бэквудс на концерт на версиях он стал уже увереннее петь и принципе хай граунд хотя не всегда получалось пасть минуты но уже уроки именно пение вот прям уроки он собрать году в девяносто девятом когда они калифорнике записали стало понятно что автотюн в студии есть но на концертах то как-то это петь надо в течение спасет на концертах ну да даже начал активно практиковать уроки да и уже даже фильме of the map видно как на бэкстейджи кинес репетирует распевается то есть него там целая система по которой он распевается 90-90 был период раз когда уже в студии у них появились песни которые нужны напеть они речи статью как раз в эпоху он хоть минуты тогда на концертах конечно особо ощущалось то что отсутствует это вот еще вокальная практика на пение ну всегда умение держаться правильная искренняя подача они были на мой взгляд важнее чем попадание в ноты в случае кидиса ну что еще про него рассказать про биографию вопросы подъехали так расскажите расскажите о сторонних проектах кроме в раха чп кого кидиса кидиса их нет кидис сторонние проекты в норе хочу по у него был участвовал одном шоу american караоке в море америка найду где он сбил выгруз несколько песен из репертуара в рот хочу и пейперс да было дело ну а в принципе вот именно прям музыкальных проектов ты был музыкальный он же там спел песню а вот так чтобы в норе от хочу и пейперс да как-то нет как-то да как то я думаю что одна из причин почему кучу мир до сих пор существует то что кидис просто не знает чем занять себя если группа не будет ну да на самом деле конечно так если вспоминать даже если он где-то и пытался участвовать да участвовал он обязательно в компании с фли и с джоном но принципе отдельно он никогда чтобы один кидис пришел и спел сайт проекта у этого человека нет в принципе так расскажите про то как он из нарколечебницы свалил за ним бегали ой господи нет но таких историй уровня байк и желтых стоять много я могу сейчас прям придумать десяток ну я не хочу об этом рассказывать потому что я и и не особо не помню честно признаюсь все я когда читал скротешью оба раза я все перелистываю два рода информации рассказывал про борьбу с наркотиками это было просто не интересно и свои любовные похождениями тоже это непонятно не интересно как у меня вот и девок со страшной силы как они скажем раз мы становились моложе моложе не знаю не котирую всячески но вот могу рассказать другую вещь как человек который сейчас макс тот человек который задал вопрос может прочитать в биографии с картиши там это ярко все описано вот продолжать да человек который застал еще старые старые эти древние формы могу сказать что была одна байка среди русских фанатов которые про не сейчас естественно все забыли мне кажется кто про нее помнил они уже забыли в силу силу возраста и в силу жизненных обстоятельств а те кто помоложе не даже и застать такой баки не могли но в общем была такая байка вот году 2002-2003 она у нас фанатских кругах ходила что на самом деле кидис был в москве раньше остальных участников группы еще до 99 года что как раз был год когда группа ничего не делала этот промежуток с начала девяносто седьмого по началу девяносто восьмого и такая ходила байка я уж не помню кто положил начало тут придумывали может кожа информация была достоверная что кинз прижал в москву где-то вот в конце 97 года и остановился в гостинице не туристы что жил он прожил москве где-то несколько дней не сказать что очень долго и что у него даже вышел скандал в интуристе что он собственно пытался провести в кучу шлюху в интуристе но его не пустили ну шлюха была со стороны в интуристе были свои шлюхи а у меня пользоваться слугами шлюхи на тверской которая не входила в пакет интересная байка ну да это описывался так очень так живо и прямо читал и верил представлял себе вот этого бородатого длинноволосого кинеса в шапке пирожке который идет по заснеженной тверской улице с какой-то профурсеткой как их не пускают в стекляшку эту здание гостиницы турист который мысль которого сейчас располагается лиц коротким вот так что да была такая история и собственно говоря что вот поэтому ну и упомянула россию в песню раунда его потому что они же по факту то в россии два песня докладаешь песня вышла они еще не были в россии но он читал русские произведения ну да но просто тому что что на самом деле в любом случае могу сказать так что мы никогда не узнаем про даты не потому что такие такие части биографии учесть группы как какие-то отдельные путешествия индивидуальные они я думаю что дальше самих музыкантов не уходит особенно если речь о кинесе который человек не семейный это сам по себе он много путешествовал по планете яду что может и было можете нет пока он жив и здоров и пока он не ввел новую степень защиты что даже не разговаривает с фанатами может еще удастся у него спросить про это лично конечно про то что следующий следующая степень он будет выступать за сценой потому что не сможет видеть фанатов они будут выступать за экраном да 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 ладно не будем уж совсем давай дальше вопросы акидис еще принимает наркотики точно да нет но на самом деле разговора кинесе наркотиков недавно был интервью в котором он сказал что сейчас у него такой момент наступил в жизни что он ну понятно он официально он уже 15 лет не употребляет ничего даже 16 но что сейчас иногда его прям ломает что он вспоминает это все и он много думает ахилле и думать иногда о том что ему тяжело контролировать себя вне концертов так что ну будем считать что наверно не употребляет хотя это опять же таки его личная жизнь думает ахилле вот последнее время да вышли же две песни посвященные ему open close с этого с i'm with you besides и с нового альбома flowers ахилле практически на каждом альбоме были песни начиная с восемьдесят девятого года я не вспомню наверное пластины где бы хилле не упоминался в маркетинг на аргаверда не вспомню а так в чарли по моему нет ну в чарли в клипе было в песне я не помню подожди ну там close песня время ну да да так есть ли видео выступления с песни one hot minutes с одноименного альбома если не грозу то почему нет видео и аудио не существует они не исполняли вполне возможно что как раз из-за того что песня была довольно сложная для живого исполнения ну и принципе показывает практика очень редко расключил образ после восемьдесят пятого года практически никогда не играли альбомы с таком всегда была одна-две а то и больше песен которые никогда не звучали вживую просто не репетировали всегда надо было ну как тогда он ход минут когда вышел давайте смотреть на правду еще было много поклонников альбома маза смелков в америке все-таки таком прогремел и очень много фанатов именно маза смен который даже не признает блатшуга секс magic это у нас и в европе считают что будут блатшуга вот в америке очень многие полюбили маза смелка даже отказались принимать блатшуга секс magic ну и когда у тебя есть маза смелка с которым играет песни кладить блатшуга секс magic который тоже предпринимал и еще какая-то порция старых песен до восемьдесят девятого года на альбом у нас вот минут не так много времени остается и поэтому понятно что какие-то песни были выброшены из концертного исполнения сплава хоть минут никогда не звучало но на это полагаю что не сама концертная вещь кстати я ее уже лет на на 12 не слушался очень странно можно посвятить какой-нибудь стрим песню вперед за лучше а вот еще вопрос к тебе у меня будет личный я знаю что есть выступление амбузью вот когда помню через сутки после релиза в кельне по-моему когда они исполнили почти весь альбом кроме гудбай хорои вот а были ли вообще вот подобные но только в ранние годы когда альбом брэйха чипа вышел вот они игра полностью когда уж при прикистали они у них была презентация в палладиуме где к тем даже вышла духовая секция джорджа клинтона и они при ровниках на пластинкой с дубками сюда как полагается даже как мы не бразильска по сыграли так когда уже плюс моффа вышел но они уже играли там песни в перемешку и локин он дал зовут они уже не играли когда вышел маза смел кто там тоже как бы презентация как назвать презентации давито но не сжигали все эти старые песни они не играли там светка такой подобного практики не было ни разу была практика вот сейчас вот когда вышел еще до выхода get away от играли секрет на шоу но там опять же они его не весь сыграли поэтому нет сам развеет скорее был единичный случай в их поздней истории но это наверное была дань фанатам потому что столько ожиданий было ну да многие предполагали что вообще больше не будет ничего да 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 вот поэтому вот собственно нет по сути чё из альбом которые были исполнены группы полностью только Red Hot Chee Peppers Freaky Style I'm With You и все и больше не было ни одного альбома который был полностью исполнен живой вообще то есть получается браздерскап они все таки исполняли так уж не же мне сказал об этом лично спросил говорю когда играли браздерскапом да играли говорит мы два-три раза сыграли как только альбом Freaky Style вышел потом у нас как-то не пошла мы ее в итоге забили на нее перестали играть вот и как раз в когда вот была большая презентация такая праздничная в Лос-Анджелесе в Холливуд по ледиуму Freaky Style в сентябре 85-го говорю тогда и Джордж Клин к ним вышел и духовая секция вся собралась была на единственный раз когда вот с теми же всеми музыкантами ну тогда они сыграли ее браздерскап и понимаем что нутки присутствовали все присутствует все уговорится давай дальше вопрос и дальше да с кем кидит знаком из таких легендарных личностей вроде и гиппопа да он знаком как бы пообнимая со всеми с полом Маккарт не знаком с Тони Беннетом знаком с Вилли Нельсоном вообще у него смешная история была когда Нельсон предложил ему выкурить косяк а кидит с собой в завязке сказал что он не употребляет ну хорошо тогда типа выходи из автобуса увидимся потом на концерте кто-то без черт стоит бросить пить употреблять наркотики что никто не хочет дружить легче назвать тех с кем он не знаком а их трудно будет перечислить на самом деле со всеми я ни разу не видел чтобы он с Ринга Старом пересекался скажем так чек секрался кинз не знаю вряд ли но по крайней мере что ролик стоунс маккартни нелтон джон как бы ну не шаг за трансвая вот эта музыкальная голосовка вообще относился в Лиотцовские чувства к кидису и очень любил ценил уважал и конечно да видно особенно вот это отношение такое доброе видео когда вы как к нему обращаются да так что таки же находясь в такой высокой лиге рок-н-ролл трудно не пересекаться со всеми сенам друг друга знают все друг друга знают дружба не могу сказать дружбы слишком активное понятие моем представлении поэтому трудно иногда приятельский добрый дружит он с фли это мы точно зло и да а так принципе я думаю что из всех живущих последние 20 лет вот те кто был жив из великих артистов я думаю что кидис со всеми так начать пересекаться даже сэнди ворхолл пересекался в 84 году ворхолл сфли фотографировала они то еще не знаю что такое они с ним общались так все припитали перед ворхоллом они даже понятия не имели что это за великий выдающийся художник поэтому да они много с кем пересекались общались вот так давать дальше вопрос на концерте в москве в этом году концерт был на концерте в москве концерт прямо вообще не очень звук злой фли фанаты были телочками что не понял но это мое мнение какой ваш ну уже отвечали на вопрос ну давай еще раз ну мое мнение что концерт сразу лучше чем в двенадцатом году потому что в лужниках до что у них зубы просто полный помой вообще концерт был плохой в этот раз фан-зоне звук был хороший сильный фан-зоне говорят стриму что звук был плохой возможно до фан-зоне звук был хороший фли вначале ну ну да бывает со всеми как бы понять его можно любой артист приходит в ярость если у монитора ушные не работают это видел на примере кучи мировых звезд как бы неоднократно позавчатера на концерте бичбойс и видел как они сходили с ума когда у них там не работали ушные мониторы то же самое ну а так кидис был в прекрасной форме был веселый бодрый плясал признавался в любви стране это случается не часто сейчас да вот кстати ну если начало концерта это не был какой-то вот немножко отстраненный то есть он не сказал там ничего то в середине он по-моему даже вот что-то хорошее он говорил что россия не хватает слов чтобы сказать как я вас люблю вот и то еще про это концерт могу сказать что публика у публика у меня наши публики отношения специфическая с конца 90 хочу ходить в конце 90 концерта так у меня с тех пор отношений особенно когда в европе то было на концертах европе друг другу оказывают люди помощь делятся уважение дают отойти в туалет и пустят обратно дают выпить воды если видит что ты мучишься от жажды приходит на концерт подготовленные трезвые он промытые без дурных запахов и и случае если чед смит устраивать свою старую забаву кирять палку в толку то кто поймал за того радуется у нас немного по-другому у нас народ плохо моется нередко друг друга не уважают толкают если летит палка надо за не обязательно подраться за чего учесть группы на шутку озабочены ну то есть да какой-то вот такой момент есть но это в принципе ты в совет в перестроечные времена был когда к нам приезжали sonic youth это даже случилось страшно драка на их концерте просто жуткая вот и в общем публика да особенно классно рапис концерта пашка что разницу ну что могу сказать каждый из нас складывать вот эту вот общую толпу и мы все в праве меняться в лучшую сторону чтобы следующий концерт если он будет провести гораздо приятнее но всегда были и будут лишние люди которые знают рахачек по только по песню там стопы не кейшин до которые пришли по приколу может на группу сплинга и закучишь и есть развернула вселенная то есть и будут сюда будут есть сейчас я свое мнение вы скажу мне концерт понравился я был в киеве опять же был на трибуне в киеве и это было ужасно но потом я спустился чуть пониже звук был немножко получше но вот сейчас я был фан-зоне насчет звука я могу сказать что фан-зоне был просто прекрасный звук и как бы после вот этого концерта все обвинения в сторону джоша что джоша вообще гитару не слышно просто они тут нафиг все потому что слышно очень хорошо и очень хороший у него звук по поводу того что злой флип блин но а как вот вы отреагируете если вы еще не слышите вообще да нет вот вы себя не слышите и вот реакция фанатов там на то что кинули палочку друг друга избили он он высказался по этому поводу то что мы приехали сюда творить любовь а не драться друг с другом вы чё творите и это было очень забавно и потому что вот он как бы но с негативом указывать на толпу и говорит я ему все ну уж не понимать чего говорит надо это было очень странно ну что поделать все-таки культурного концерта на западе она с 50-х годов у нас восьмидесятых это у нас рок-концерт приходит специфически охрана у нас на каждую как в советском союзе было так что чуть говорить чуть говорит вопрос есть какие то есть был ли момент каких-нибудь интервью в которых энтони спрашивали по поводу того что он забывать слова своих песен комментирует ли он сам как-нибудь эту ситуацию о господи я думаю что я думаю что вряд ли музыка вряд ли западные журналисты могли смеетесь такой спросить все таки поэтому рискуешь нарваться в свое время нарвалась райана киркорова спасибо ремейки мне кажется нынешний кинес был при реагироваться довольно агрессивно я думаю вряд ли тоже потому что ну там по моему не было такого что он там под полностью запарывал весь просто путал слова путал там куплет с припевом у кого-то не бывает на человек такой же как и все ну вот ну что еще просто есть там есть давай как это не относится группе рейши гензи машин ну я так понимаю что с уважением то есть если у него вражда вот непримиримая с майком паттеном из группы фейт но морта рейши гензи машин как я насколько я помню ничего такого ростки не было и как раз таки это помню что рахачек по их воспринимали скорее к своих последователях ну что басиста есть элементы фли вот прям прослеживаются в его стиле ну пока вопросов нет больше нет сейчас рассказать о другом событии так получилось что вышел первого ноября 94 года на прилавке музыкальных магазинов сборник аутеновый и в общем-то в эту сборник был связан с целым рядом причин ну первая причина была конечно то что компания и май пользовалась тогда популярностью выросший рест-клана 40 учили пейперс и пыталась выдавить все что могла 90 там они выпустили сборник вот hits с компиляцией лучших на чей-то взгляд песен с первых альбомов рэдхо чили пейперс ну и плюс в них был бартер слона бороджерс он обратно сдали им возможность выпустить песню андерзе бридж на этом сборнике при условии что в будущем лондон бороджерс могут какую-то одну песню и май взять для своего сборника они просто взяли high ground для greatest hits для своих но и по аналогии с вот hits они решили продолжить эту серию даже подобного оформления на вот хит с бородом торс кидиса с фотосессии мадызмилка собственно обложки от 0 из божон торс флис с фотосессии мадызмилк но на самом деле реальная причина выпуска этого материала была не такая красивая как пресса тогда озвучивала то есть получил чтобы к там к десятилетию группы что вот группа решила услышать фанатов и выпустить свои редкие записи да там уважать уважение все дела по факту что гораздо хуже потому что группы ждали новый материал а его никак не было и тогда уже просто музыканты чтобы одних немного отстали фанаты которые уже стали думать что ты группа однодневка который вот выстрелила с мощным альбом мы все они решили хоть как-то поддержать до выхода мох он не должен что выйти в принципе в конце 94 но киндис тогда был в очень плохой форме и запись откладывался откладывалась и они решили выпустить старые записи вот и компании май с радостью поскольку была правильная именно на этим песни они решили поддержать хотя было видно смели что все сделано очень в пупыхах потому что да и флинн набросала флии это не набросали на бумажке то что думают об этих записях свое обращение который собственно и нужно найти в буклете диска предоставили записи но проблему этого релиз была одна очень-очень серьезная что там не было никакой практической информации было на записях что там есть когда я начинал увлекаться группы хочу вы просто просто ломал голову над тем что к чему относится сейчас я могу даже подойти взять диск секундочку я возьму вот и собственно взял диск out in a way в руках могу просто пройтись по каждому из треков сказать когда он был сделан потому что информации об этом чертовски мало ну первая часть альбома на пластинка это первая сторона это преимущественно ремиксы потому что в конце восьмидесятых начиная с выхода альбома маза из милк и маи стали штамповать в качестве битсайдов ремиксы полноценных песен написали тогда не набиралось ну и тогда еще и рот хочу пепперс себя не заявили как прям такие вот определившиеся рок-музыканты конечно этим пользовались какие-то делали непонятные танцевальные миксы вот high ground первый трек это ремикс который кочевал под разными названиями на кучу синглов причем и май жульничал называлась то 12 микс то манешкин микс в итоге один тот же трек кочевал с одного сингла на другой холливуд extended dance mix да вот он собственно его можно найти на сингле того вот времени восемьдесят пятого года до был такой сингл старый в чумоле тустое приму стал миксы совершенно дикий кислотный микс уже конечно только конец восьмидесятых если изменять память откуда ты вот он с тех синглов поздних уже behind the sun дэн гросса ремикс это ремикс который был для клипа они собственно к выходу сборник вот hits сделали клип behind the sun на базе не выпущенных кадров из клипа хай граунд и для этого клипа они сделали новый микс песни который был бен гросс вот собственно они его включили хотя там минимальная разница castles made of sand причем самые веселые концертные записи castles made of sand special secrets on the side fuck you треки которые никак не обозначены в плане года и я долгое время даже не мог понять с хиллом это или с джоном кто на них играет но потом уже пришло понимание что послал знаменитых сент от 89 года в принципе все три тура все три песни это из тура маза смелка записано с джоном они в общем-то уже начали делать саундборды активно я полагаю что у них много загашника записи 89 года просто них выпускать не хотят собственно сейчас нынешний тур записывают так они 89 идем дальше дальше идет та самая знаменитая дима кассета которые они записали в сентябре 83 который фильм очень гордится да это была первая студия на запись раку cherry peppers с хиллом слова кому джеком айресом прям буквально за месяц до их ухода из группы они пришли на студии просто с первого дубля записали все эти свои ранние наработки но здесь надо сказать пленка представлена в странном виде здесь выброшены некоторые композиции моему не не выброшена урезаны например fly fly она урезана чуть не в два раза длиннее на оригинальной пленки и что интересно что здесь дана неправильная скорость то есть скорость записи быстрее чем оригинал и более того качество звука значительно хуже чем оригинальная пленка потому что пленка уже всплывала в начале десятых годов совершенно другому качестве прекрасному там в общем то можно все подробно расслышать здесь шипящий такой панк звук грязный довольно таки ну ну да запись интересная потом ее уже переиздавали третьем году на первых двух альбомах как бы тонусы но вот это была первая возможность услышать эти самые демозаписи блюз форма истер песню которую они начали создавать еще во времена покрыть муху party плана в итоге продолжили на ней работать уже после смерти словок когда пришел гитарист блэк бэк макнайт и барабанщик 9 пилигры собственно с ним нет в песне записан но вот так осталось единственная песня вот которые для нового альбома в одном составе записаны больше работы не пошло дальше смотрим в принципе все это идет в перемешку вот эти пять таки дима ленты его сцены стрелять фли флайт тоже пленки почему-то непонятно почему блюз формастер между ними записался вот это из это интересная запись уникальная в какой-то степени таких записей больше пока не опубликовано хотя они есть много на на ранней стадии раку черпе красота дома у кидис и люфли не знаем кого из них они вдвоем записали трек для не на хаген и в итоге не на хаген эту песню записала для своего альбома причем очень интересно звучит версии даже существовал легенды якобы фли играет на ее записи но это неправда вот это домашняя запись где фли играет что и сил на бас-гитаре кис как я понимаю по бумажке читается текст именно в подобном же звучание в то же время у них были написаны песни джангл мэн и бразы скоп но к сожалению эти записи никогда не выпускались но вот вот это из хотя бы уже в общем уже спасибо но и за холлс это как я понимаю что во время одного из интервью mtv в конце 89-го года они уже с джоном и чедом решили дурацкими глазами спеть эту классическую рождественскую песню вот собственно и даже в поддержку а-ля сборника альбома вышел виниловый сингл дэк за холл что само по себе парадоксально вот там учитывая какая-то не музыкальная довольно бестолковая запись но тем не менее пластинка пластинка диск продавался использовался спросом и самое смешное что когда дэйв навар пришел в группу то его что постоянно просили подписать именно этот альбом хотя одна нота но никому не отказывал в отличие от джоша ну да 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 спец не играю он себя спокойно подписывал в общем на ebay иногда появляются пластинки подписаны да и вот собственно так про этот альбом да ну да сборник достаточно интересный куча всяких редких вещей всем обязательно надо послушать любительного старого творчества так скажу те кто любит californication конечно там искать нечего особенно интересно жестоко так вот сразу да может просто я считаю что если знакомить с ранним творчеством то конечно не по таким записям лучше конечно послушать тут же фрики стали для плитного ну конечно у нас на протоках я впервые услышал демо get open jump меня она захватила конечно но запись очень сырая но энергичными конечно слушает один вопрос пропустил он давно уже был не по теме но где можно найти фотографии с автосессии для фильма фанки манкс но в буклете к альбому бладшук секс медик собственно но также если покопаться в печатных изданиях того времени для журналов активно используя с пресс-релизом шли вот шел такой вот пакет пресс-релиз плюс фотографий но понятно что простым смертным в интернете периодически всплывают эти снимки было сделано очень много но лучше из них попали конечно буклет диску бладшуга секс-мэджик но так на самом деле в книге oral visual history тоже хватает снимков вот они все как-то разбросаны я думаю что крайне будет вот альбом отдельный там было слишком много снимков сделан на бладшуга секс-мэджик всего было наверное где-то три таких масштабных фотосессии сделаны в июне в июле в августе причем там радикально музыканты по-разному выглядят внешне слушай а вот в этих книжках в oral visual story там нету даже сказал только что что в ура вижу там эти фотографии есть разрушил сказал только чтобы бывает так еще вопрос немножко странный как у энтони с ребенком общается ли он с матерью общается ли эверли с матерью какие вообще перспективы вы и выверли и тони как у отца это уже такое считаю что же такая степень личной жизни куда лично соваться бы не стал могу сказать только что эверли растет любимым сыном его очень любит отец конечно балует очень сильно не знаю на пользу не на пользу похвали то что он с дорогой берет его с собой как бы я не берусь никак комментировать я считаю что это не тактично будет с моей стороны давать критическую оценку всему этому про мать ничего не известно я думаю так лучшим потому что поджи ты только настолько личная сторона жизни кинц я думаю что мать получили получать достаточное отчисление достаточное отчисление которые и вполне устраивают я думаю что как-то они о чем-то договорились по крайней мере уже тогда когда это все случилось было понятно что делание до свадьбы вряд ли дойдет но то что шаг осознанный чтобы как была договоренность я думаю что да что скорее всего потому что так в такой сфере так вот слиться трудно ну что я могу от себя сказать тоже на самом деле не тактичный вопрос немножко но в эверли с энтони мне кажется прекрасное отношение хорошего и в клип локараунд он есть и он везде выберет с собой мы его видели ну я увидел вот я тоже да вот макс тоже увидел и был очень забавный момент с эверли когда он ну русские охранники и эверли с няней пошли на детскую площадку которая за отельным находится вот эверли там катался на аттракционах и он сел там рядом с какой-то девочкой и судя по всему это русская была но он что-то пытался ей сказать вот и это ну мне кажется очень интересный момент потому что мне кажется девочка даже не подозревала кто с ним сидит чей сын прикольно так вот я бы хотел бы покататься но мне кажется не все прекрасно но он балует это да вот уже их личное дело как это что как скажется на его жизни это уже не нам судить бывает всего разный разворот по вот стать что отношения у них с отцом прекрасный как бы кинес что может то делает но мне кажется он не сбежит от него как энтони избежал от своего отца до такого может не дойдет конечно нужно остается пожелать эверли здоровья и успехов еще вопросы какие песни рахачпэ вам нравится прежде всего за текст наверное гринхэвен нравится песню которая собственно сам рахачпэ очень высоко ценили в ранние годы морать гринхэвен наверное как трудно подумать давайте подумаешь я скажу мне нравится именно за текст вене сквин очень классная мне нравится даже я знаю что на тебе не нравится но мне нравится текст классный еще мне нравится пауэр фэквартий ну а я говорю оригинально он сказал что бьют и вы конечно там же построено на тексте на ритме текстом и там и таковой нет есть ритм текст бы уже повторюсь что до гринхэвен конечно сильные песни ну бренды здесь вот сам наверное трансцендинг в рудши пень трудно комплексно хорошо знаю это трудный вопрос надо просто у меня отдельно восприятие текстов 11 при этом музыке есть комплексно взбега или садится на стать буклет и перелистывать текст это вопрос на 5 часов как минимум все перелистывать но вот так вот мы в принципе ответили дальше так дальше какой бы у вас собой любимый каждый раз фрики стали у меня сама любимая помру когда закопали фрики стали в руках пишут макс любил фрики стали все что помнили у меня напишут базовой я люблю больше всего базовой вот давайте нам вот еще вопросы позадавать понимаешь будний вечер до вторник ну да 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 даже тяжелого перелета ночи сегодня спал очень мало до вернулся концерты бейбой с францией готовит совсем немножко поговорим и закруглимся давай не знаю о чем тут был автонелый тоже сборник загадка конечно интересного очень компиляции если бы сейчас нечто подобное вышло конечно вызвало бы настоящий резонанс тем более что материала за эти годы накопилось но вот как-то в принципе понять можно когда группа выпускает подобные материалы она уже в какой-то степени признается что они уже ретро коллектив в том в том случае это понятно была причина но сейчас рак учебер все-таки стараются акцентировать внимание на новых записях не хотят еще себе явно относить к лиге вот этих вот стариков и грубо как rolling stones там они уже выпускают эти все свои дем записи древние потому что мы понятно что что они забронзовели когда группа выпускает свои дема официально подарочном наборе это уже все это признание того что ты уже ушел на другой уровень и что ты уже не будешь прежним молодым артистом я думаю что по этой причине собственно не выпускает но я думаю еще причина что в невысоком качестве пение кинется на подобных демозаписях вот как вы думаете будут ли еще альбомы или может лайф альбомы ну про лайф альбом очень трудно потому что каждый концерт сейчас выкладывается в смикшированной записи уже принципе смысл этого возможно будет фильм концерт я думаю что будет фильм концерт потому что хотя так показывает практику у них только в одном составе входит фильм концерт с джоном них вышло официально три фильма концерта как-то не с новара не случилось на фильм концерт с хилом не успели понятно но может с джошем будет фильм концерт не знаю я думаю то логичнее всего альбома ну ох узнает я думаю парочку еще упустят парочку упустят думал ну у меня у самого есть небольшая гипотеза о том что бывает да 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 ну короче такой стадионный подход к изучению то что еще минимум будет один альбом в этом я уверен будет если они будут живы-здоровы конечно я думаю 2-3 будет еще да мы все этого хотим естественно очень зависит от разных факторов если джон вернется конечно я думаю что нового альбома не сбежать если он вернется но я думаю случится не раньше чем лет через десять вот чёрт его знает да я вот кстати вот до недавнего времени я вот вообще какой джон вы что с ума сошли сейчас я задумался в принципе можно туда ну вот понимаешь а у них никогда не было двух гитаристов за исключением с тура тура стадио маркадио в туре One Hot Minute было два гитариста а кто второй именно этого человека неизвестно он стоял сзади практически невидный и на подпевках и на ритм гитаре ну там просто да там многосложные гитарные партии в этом да да поэтому дал их не как One Hot Minute был второй гитаристов наверно просто его не указывали вот честно вот сейчас вот неизвестно вернется Джон не вернется черт его знает он недавно в клипе снялся то чего он говорил он не будет делать никогда больше нет ну ты просто подумал о том что в девяносто пятом Джон да One Hot Minute в девяносто восьмом он уже на сцене с группой тут тут никогда не угодно что-то вот мы вот обсуждали недавно со знакомой просто вот я говорю что вероятность того что Джон вернется сейчас намного больше чем тогда когда он был при смерти и гитару не брал в руки уже черт его знает не знаем мы не знаем это все в руках господних когда я не знаю что ждет ворону как решить так на вопрос Флий его характер как тема для небольшого разговора я думаю ну я не знаю как это или его характер ну я конечно не могу с ней вообще даже живя с человеком близки близки иногда не знаешь что чужая душа потемки да это бывает через двадцать лет человек может быть такое от чего волосы в ногах станут дымом ну Флий лично у меня сложилось впечатление что на самом деле он человек очень депрессивный и ранимый очень депрессивный и ранимый что он очень за многих вещей переживает за которых казалось бы даже переживать не надо и что на самом деле он выпускает свое бедствие на концерте а в обычной жизни он интеллектуал человек тонкой душевной организации очень серьезный очень строгий добрый добрый человек с добрым сердцем мне кажется что такой как Флий если он увидит что человек нуждается в помощи он скорее всего забьет на свое дело он поможет вот у меня сложилось такое впечатление он добрый отзыв он привлечет доброго отзывчего в то же время ранимого человека который и всю свою дуру всю свою бешенство которое у него находилось годами он был плескать только на сцене поэтому вне сцены у него остаются только какие-то вот такие добрые да мне тоже кажется качество да я в какой степени даже немного за него переживаю потому что я я вижу грусть какую-то в его глазах и неоднократно у него были реально глубокие депрессии когда он разводился с женой когда группу на грани распада то никогда не знаю что не творится на душе для всех было большое потрясение когда в девяносто девятом группа приехала в москву и мтвшники подготовили для них кучу тусовочных мест элитных проституток и куча всего флис сказал навыкала на просьбу я не хочу никуда идти особенно я я хочу сходить в церковь на балманской и послушать песнопение я слышу что у вас удивительный хор находится в церкви на балманской и они вместе туда ларс на твоем поехали туда на балманскую пришли в церковь и все прихожане стояли в полном недоумении потому что пришел туда ларсен с красным ёжиком на голове пришел фли с зелёными волосами и разноцветных штанах но при этом как говорят все присутствующие мтвшник кто пришел с ним что фли был в этот момент настолько средоточный вид он пребывал как будто бы вот он ушел в разговор с богом когда он слушал эти песни так что все увидели когда все увидели таким после этого уже к нему никто не подходил к веселому тусовщику глубоко духовного человека для которого даже важно не религия для важна вера и в искусство и бога поэтому наверное это самый духовный из всего числа группы рассказал так да я тоже заметил фли очень добрая улыбка вот прям вообще вот и своих немногочисленных интервью вот именно личных вот мастер-класс у него был с ривером фениксом по-моему да но стричь воду да и вот он настолько ну описывает эмоциональную сторону творчества я был очень удивлен то есть вот да парень очень эмоциональный да магио то что еще большим массу вопросов давай давай в польше едете на концерт следующим летом или ждем анонсов в паблике я жду анонсов честно говоря хотелось бы 11 или куда-нибудь сходить крот день своего 30-летия это был бы лучший вариант отметить начало четвертого десятка если я тоже самое отвечаю ну посмотрим может быть в польшу поеду так почему кидис не любит хам де бамп ну возможно потому что это была шуточная попытка реанимировать что реанимировать варяться на тему песни на река гост дэнс было видимо в студии начали импровизировать как у них часто бывает ну так пошло дальше что родилась такая песня шутка видимо слишком легкомысленные серьезные не знаю это личный человек который сам пишет песни могу сказать иногда какие-то мотивы личные есть которые которые понятно только тебе одному что тебя раздражает это не можешь их объяснить другим людям ты просто ненавидишь эту песню и все вот следующий такой комплексный вопрос но я просто в один объединю как вы согласны ли вы с тем что звучание калифорникешна но и тут идут ссылки на всякие журналы авторитетных личностей то что говорят что калифорникешн по звучанию отвратительный альбом но и как сама группа к этому относится в том числе это группа это любит уважать может даже с того как часто не исполняют песни с него и для них это был в принципе хороший период жизни у них это был светлый добрый период когда все пошло снова по прежней схеме что закончился темный мрачный период и началась новая жизнь поэтому альбом они любят и я думаю что ему лакона плевать на такой звук они любят эти песни а что касается звука ну многие да я знаю что ноги ругают звук и я в принципе могу сказать что признаваться записан но в то же время я скажу честно что мне калифорникешн гораздо ближе чем тот же стадиум который прописан просто вот идеально иногда вот такая грязь гаражность я думаю что они тем самым возможны мои домыслы возможно не хотели передать атмосферу вот этих гаражных репетиций 98 года они просто собрались с джоном впервые за пять лет за шесть лет и начали играть возможно отчасти за это можно конечно циники на западной формы говорят чтобы грязный звук потому что только забрели автоционы что ножка похоронить вот эти вот синтетический вокал кидис решили сделать грязное звучание и поэтому типа и не слышно что там все такой голос робот не знаю в общем мне кажется что своя изюминка этого альбома есть не было меня приятного слушать если бы он был весь такой вылезанная баба уже такая заеба восстанавливать стрим маркетинг также абсолютно мое мнение что это именно по звучанию это один из самых отвратительных у них альбомов потом песни шикарные а вот звучание просто я недавно шел слушал изоле альбомную версию и потом концерт мне просто плакать захотелось вот настолько вот отвратительные гитары звучат вызвали по сравнению с теми же лайвами но это просто еще связано с тем что джон после огромнейшего перерыва для музыканта на самом деле почитать гитарной формы там люди говорят и два дня в руки гитару не берешься ты разучился играть долгие годы не брал и как бы он был не уверен себе и поэтому использовалось много компрессии очень много но если бы этого не было были бы лажа на студии чего звезды такого масштаба допустить не могли поэтому мне кажется он так и звучит именно гитары потому что бас звучит там очень шикарно мне нравится это такая простенькая барротовского стиле баррота гитара такая грязная места меню ключ это особый изюм на мне кажется что это особенность вот такой немного неуклюже соло в изоле до добавляет особый шарм когда вот написано 10 словек гитар как в тольный теген да это по-своему круто но уже уходит вот это вот меня californication последний такой альбом не знаю не старых перцев конечно старый перцев мечта умерли после он ходит мимо сразу но наверное это без пафоса скажем последний альбом разучилась без пафоса сейчас бойцовый пошел пафос вот как это не вообще относится к этому вы есть блага информация то что раскритикованы в плане звука я думаю что у него это не доходило потому что критикуют всякие задроты все бросились хвалить все журналы калифорникейшн да это один из самых продаваемых альбомов вот сколько пили дифферам калифорникейшн так вообще опять же повторяюсь мне песни нравится но как студийная работа вопрос был про звук как раз да мне не нравится что там еще есть какие вопросы есть разве фли много читал очень много фли извините читал русской классики больше чем одну скажу больше чем я читал русской классики я думаю что точно так же что больше чем многие слушатели этого подкаста хотя конечно хотелось бы думать более речной да но тем не менее фли большой поклонник и набокова достоевского и бугакова и с очень большим уважением относится к русской культуры и в принципе все кто общался с фли хотя бы час говорят что более начинок людей редко встречать в жизни что он очень грамотно умело цитирует литературу делает это не для непонту ради для того чтобы не пустить глаза потому что потому что он привык так выражаться поэтому конечно нет фли он начитал как сказал Александр Анатольевич человек ведущему MTV который много с кем ему довелось пообщаться и в те времена еще самые выдающиеся артисты были легко доступны и когда вы спросили самый орудированный музыкант с кем доводилось когда же пообщаться без конкуренции фли ясно и понятно так и вот последний вопрос да ну про песню хам де бам мы просто странно клип выпустили и как по мне одна из лучших на альбоме но видите как по мнению фрики стали лучший альбом но они с него уже не говорят практически ничего а клип выпустили ну так что я по себе знаю бывает как только бывает дурь в голову приходит записал быстро песни думаешь хоп и выложил да там выпустил проходит какое-то время ты начинаешь думать ну и дерьмище потому что с хам де бам тоже могло так сложиться что сделали бывает что просто вот ну что там говорить да как раз вот сейчас будет ровно 10 лет как снимали хлеб хам де бам буквально сейчас скажу когда они вы снимали числа 16-17 ноября 2006 года и просочились в интернет фотографии со съемок все ждали хлеб хам де бам повышу клип снова вышел клип десекрешен смайл все думали что хам де бам не выйдет он вышел уже начале седьмого года вот все ругались что все клипы говно у них чтобы после дэнни калифорния все все клипы полная дрянь вот помню все у них деньги закончились нормальный клип десекрешен смайл это просто размазались говном а мне нравится это за гадость снят на пленочную камеру наверное это все просто повестку ребят про песни одно дело выпускать синглом клипом и как бы да это может становиться хитом и другое дело отношения именно автора к этой песне ну есть же например там песню ванна вэйджейн группы уже называется solo asylum до хит хит и собственно я думаю что большинство людей только по этой песнях и знаю но нет и песен ненавидят они не играют живую уже будет с 95 до такой бывает такой бывает что ты ненавидишь свою песню это очень знаком видео комментариях кстати вам аркадем как раз вот эта песня они обсуждали достаточно интересный момент то есть фли с таким энтузиазмом рассказывает блин это это самая классная песня на альбоме и и обожаю фанк там я там на трубе играл супер и он смотрит на это это не такого как бы глаза отводит блин ты что до сих пор не полюбил и он такой ну нет да да фиге нравится то есть вот фли например любит эту песню это не нет ну я думаю что причине того что не любит энтони мы поэтому и практически не слышим он хоть минут любимую пластинку и фли и чеда вот поэтому да это одного участника одного участника иногда все зависит финальный вопрос один если его нет нет очень жаль ну что могу сказать здорово что в будний день народ слушает что позднее время никого не пугает да что я могу сказать пожелаем энтони крепкого здоровья сейчас уже потихоньку подходит тому вот что когда пожелание здоровья начинает минировать желанием финансовых благополучия и так далее да не на шутку он перепугал конечно в этом году поэтому пусть будет крепким здоровым в общем должен еще концертов а меньше поменьше поменьше ему конфликтов самим собой это самое главное и что здоровье и внутренняя гармония вот ну а так мы его любим каким он там не был парчливым вредным да поэтому с днем рождения энтони всем спасибо что пришли спасибо да если послушайте сегодня честь меня альбом out in a way если это еще не сделали спасибо большое до следующих спасибо до вопросов точно пришло еще нет просто пишут спасибо ребят очень ламповые уютно всем понравилось спасибо если у меня была шляпа я буду надеть снял перед вами спасибо спасибо большое то же самое присоединяю всем спасибо пока спокойН generalized влyu Продолжение следует...